Конференция подведения итогов спортивных достижений состоялась в необычном формате. Дата завершения Кубка России по ходьбе совпала с международными соревнованиями по боксу «Золотая перчатка» Воеводина. На обоих турнирах спортсмены из Мордовии выступили более чем достойно. И это не все, что объединяет новоиспеченных чемпионов. Так получилось, что Мария, которая выиграла международные соревнования, последние два года проживает в интернате вместе с нашими спортсменами. По большому счету, ребята очень сдружились, что в принципе и доказывает, что спорт вне политики. Для спорта нет разницы какой это вид спорта. Главное, что спортсмены, которые каждый добивает своих целей в своем виде спорта. Это, наверное, главное. На Кубке России спортсмены уверенно одержали победу в командном зачете, завоевав 405 очков. Копилка Мордовии пополнилась 10 медалями. 5 из них золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые. А в рамках проведения Кубка России по ходьбе проходили и межрегиональные соревнования «Юный скороход». Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике сумели завоевать все победные места как среди девочек, так и среди юношей. В этот же период, 5 сентября, в сербском городе Суботица подвели итоги международных соревнований по боксу «Золотая перчатка Воеводина». Из 136 юниоров и юниорок из стран Восточной Европы Мария Кучманова, воспитанница школы бокса имени Олега Москаева, смогла одержать победу в весовой категории плюс 81 килограмм и привезла в Мордовию золотую награду. Эмоции не передать словами. Я была очень счастлива, что я выиграла. Очень сильно хотела в Россию, хотела к нам в республику, в Саранск, потому что я очень люблю наш город. Правда, холодно немножко было. Сейчас у легкой атлетов передышка перед новым сезоном. У Марии Кучмановой в скором времени стартуют сборы перед первенством Европы в Подмосковье. Ирина Суконкина, Станислав Семин, Народные новости.